Всем привет! Сегодня будем готовить любимую с детства манную кашу. А чтобы она стала действительно любимой, в ней не должно быть комков. И сейчас я вам покажу, как этого добиться. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем кастрюлю подходящего размера, вливаем в нее немного воды, так чтобы только покрыло дно. Выливаем молоко, добавляем соль и отправляем на плиту, пусть нагревается. Пока молоко закипает, соединяем манную крупу с сахаром. Хорошо перемешиваем, чтобы крупинки манки перемешались с крупинками сахара. Именно благодаря этому манная крупа тогда получится без комочков. Пока молоко будет закипать, мы его периодически мешаем. Для того, чтобы оно не подгорело, мы влили холодную воду на дно кастрюли, но все равно помешать будет не лишним. Как только молоко закипит, начинаем его мешать более интенсивно круговыми движениями, чтобы образовалась такая вот воронка в центре. И в эту воронку всыпаем тонкой струйкой смесь сахара с манкой. Мешать не прекращаем. А пока всыпем полностью всю манку. Вся манка у нас уже в кастрюле. Теперь доводим кашу до кипения при постоянном помешивании и кипятить будем до тех пор, пока пойдут первые пузыри. Мешать не прекращаем, чтобы каша наша не подгорела. Ну вот мы видим первые пузыри появились, наша каша готова. Выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем настояться минут 10-15. Прошло 10 минут, наша каша настоялась. Вот такая она получилась однородная, красивая. Можно подавать к столу. При подаче по желанию добавляем в тарелку кусочек масла сливочного. Вот и все. Вкуснейшая манная каша готова и никаких комков. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.